Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите пресс-конференция главы города Олега Алексеевича Котова, планированное совещание при главе города, реализация проекта «Комфортная городская среда», благоустройство центра города. 9 сентября глава города провел очередную пресс-конференцию, где ответил на самые актуальные вопросы представителей средств массовой информации. Первым вопросом стала подготовка к отопительному сезону. Самый сложный вопрос сейчас у нас, это, конечно, теплоснабжение. Зима приходит. В этом году подготовка была очень плохая. В 2019 году, в 2020 году нам средства выделялись, и мы ремонтировались за счет средств Минстроя. В этом году средства, которые у нас были, мы их зарезервировали на следующий год, так как есть необходимость менять вторую дымовую трубу, там примерно стоимость работ будет около 50 миллионов рублей. Поэтому мы средства, которые на подготовку к отопительному сезону 2021 и 2022 будем складывать, и уже с двух лет, плюс субсидия какая-то будет из правительства Бурятии, и будем менять трубу. К большому сожалению, компания «Теплэнерго» своими средствами не пользовалась, ссылается на отсутствие финансирования, и никакие работы не проводил. Мы сами прекрасно видели работы, которые были у нас закончены по сетям. Эти работы были начаты еще в 2020 году. Это переулок Еловой, за речки. Улица Первопроходцев, 60 лет ЦСР. И участок в районе детского садика Аюна. Никаких работ не делалось, но мы надеемся, что ремонты, которые были проведены в 2019-2020 году, они нам позволят пройти отопительный сезон. Проблема большая с углем. У «Теплэнерго» финансов нет, по заявлению генерального директора Исакова Игоря Михайловича. Каким образом они будут формировать нормативный запас, для нас тоже это вопрос. Но они ссылаются, как обычно традиционно, на компанию ТЭС, что долг у них 96 миллионов рублей, у ТЭСа перед «Теплэнерго». Но деньги эти они получат не быстро, и вина в том, что долг такой образовался, это вина чисто руководства компании «Теплэнерго». Еще в 2018 году, в апреле месяце, долг образовался уже выше, чем двухмесячная предъявка. То есть 31 миллион рублей была задолженность в апреле 2018 году. И тогда компания «Теплэнерго» имела полное право перейти на прямые договоры, и таких долгов бы не было. Но, однако, компания накопила эти долги, и долг 96 миллионов рублей, а вообще в целом у ТЭСа долгов 119 миллионов рублей. Но они образовались по той причине, что ТЭС у нас выступал поставщиком ресурсов. В принципе, по такой семье можно работать, если есть взаимопонимание между ресурсниками и управляющей компанией. Но так как «Теплэнерго» нет, поэтому в судебном порядке расторжение произошло. И долг 96 миллионов рублей, он сложился из долга жителей, там порядка 65 миллионов рублей. Долг по потере по горячей воде 8 миллионов рублей. Остальное там судебные и иные издержки. Ну, это все можно наследить, здесь никаких проблем нет. Компания «Теплэнерго» понимала, что эти долги были бы на самом предприятии, и для этого они сидели, будем так говорить, на шее у ТЭСа. И понятно, что эти деньги они быстро не получат, и с большой долей вероятности они их вообще не получат. Но, однако, они предъявлять будут сначала ТЭСу, затем и бюджету города Северо-Байкальска. Я так предполагаю, что по планам компании «Теплэнерго» такие отношения должны были бы быть до 2027 года, и там долг накопился бы не 96 миллионов рублей, а там полмиллиарда рублей было бы. Ну, сейчас ситуация выровнялась, сейчас у нас все пришли на прямые договоры, поэтому я уверен, что долги копиться таким образом не будут. Если мы увидим, будем контролировать поступление топлива, здесь причина одна тяжелого прохождения отопительного сезона – это отсутствие угля. Если не будет нормативного запаса, будем обращаться в надзорные органы для того, чтобы ускорить процесс расторжения. Также глава города Олег Алексеевич Котов ответил на вопрос о ходе предвыборной кампании в Северо-Байкальске. Олег Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, ход предвыборной кампании. Да, у нас предвыборная кампания идет по городу, как и в целом по России. В целом идет нормально, особых замечаний нет. У нас были кандидаты от партии «Единая Россия», от партии КПРФ, от ЛДПР. Надеемся, и другие партии будут в нашем городе и доведут свои программы. Кандидатов вообще вопросов нет. Есть просто недоумение в поведении нашего депутата Народного хурала Мальцева Виктора Владимировича. Одним из ярких примеров это была встреча наших жителей в помещении НГЧ, это административное здание Восточно-Сибирской железной дороги. Я сам был на этой встрече. Через 30 минут, как встреча продолжилась, Виктор Владимирович стал всех просить покинуть помещение. Видимо, охрана попросила. Мы так предполагаем, что с большой вероятностью не согласовал он данное помещение для проведения агитационных мероприятий собственникам. Но сейчас вопрос этот, насколько мы знаем, территориальная комиссия выясняет. В итоге наши ветераны БАМа оказались на улице. В том числе и я вместе с ними. Встреча продолжилась на улице. Погода была не очень-то хорошая, было прохладно. Но все-таки никто не расходился. Вопросы мы все позадавали. Просто представилось в некрасивом свете, что администрация города не дает никаких помещений. Это совершенно не так. Помещения даются в случае, если поступила заявка от самого кандидата в Государственную Думу либо его уполномоченного представителя. И мы предлагали, не предлагали, а предоставляли по заявлению Виктора Владимировича библиотеку, но однако кандидат ей не воспользовался. Я также хотел обратиться, пользуясь случаем, что и в случае, когда будут у нас на территории города работать другие партии, чтобы все выполняли требования законодательства. И, конечно же, хочется жителям города слушать программы, программы, предложения, что достигли, как будут достигать. И не только критику. 7 сентября глава города Олег Алексеевич Котов провел планерное совещание в режиме видеоконференции. О подготовке к отопительному сезону, вакансиях в Севербайкальске, социальных выплатах и информации по образовательным учреждениям расскажем в нашем сюжете. О ходе подготовки к отопительному сезону глава города спросил сотрудников «Теплоэнерго». Пожалуйста, ответьте, как вы собираетесь, откуда у вас будет финансирование, как вы собираетесь формировать нормативный запас. Пожалуйста. Олег Алексеевич, могу доложить только в текущей ситуации по подготовке к отопительному сезону согласно повестке дня. Дальнейшая перспектива – это вопрос руководства. Ну, Сан Саныч, сказки-то ваши, о чем мы будем слушать? Вы ни одного объекта не показали, что вы сделали. Вы много что рисуете, но по факту мы ничего не проверили. Подтверждающих документов, а то, что вы провели какие-то там мероприятия, нет ничего у вас. Вы нам скажите, раз вы пришли на совещание, значит вы такие уверенные и смелые. Как вы будете отапливать город? Д. Алексеевич, оценку готовности дает комиссия. Комиссия пока еще не работала. Отработает комиссия, даст оценку готовности к отопительному сезону. Какая комиссия? Да там даже без комиссии. Вы скажите, откуда вы деньги возьмете на уголь? Вопрос к руководству. Сан Саныч, уголь где у вас? Один состав пришел и четыре состава по плану графику на сентябрь месяц. А финансирование на них есть или это будет кредит? Раз составы идут, значит финансирование есть, и в том числе и товарный кредит. Но у вас товарный кредит на сколько состава будет? Я точно не могу вам сказать, насколько товарный кредит, но запас, нормативный запас топлива к 1 октября должен быть сформировано. Ну, сформируйте, если молодцы. Но, Сан Саныч, мы сейчас в протоколе укажем, значит, вы нам, будьте любезны, до конца отопительного сезона. Распишите потребность в топливе и источники финансирования, как это делали мы каждый год. В этом году, к сожалению, от вас ничего нет. У вас должно быть нормативный запас на 1 октября создан. Четыре состава на... Даже пять составов в ноябрь, пять составов в декабрь, пять составов в январь, январь, февраль четыре состава, март три состава. Стоимость должна быть расписана. Вы новый договор не заключали еще в Красноярске или Востоке? В процессе. Но с ними же будете заключать? Ну да, потому что у нас определенный поставщик топлива, в принципе, чего? Решение все, фарс есть о том, что мы никаких законов не нарушаем, заключая контракты с Красноярском. Да, вы все правильно называли конституционное соглашение. Вы вообще молодцы, сами себе уголь покупаете. Практически без конкурентных процедур. Ну вот давайте покупайте, значит, ждем от вас. Вам сколько нужно времени, чтобы вы нам предоставили график с источником финансирования и объемов поставки угля помесячно? Вопрос записал. Времени сколько надо? Я вам прозваю. Сколько вам времени нужно? Пока не могу сказать вам определенно. Да как определенно у вас должен быть уже график. О чем говорите-то? У вас максимум должен быть минут 30-40. Окончание ВКС закончится, его надо сбросить должны, да и все. Или вы сами даже не знаете, как вы будете дальше жить. Мария Алексеевич, вопрос записал. Я вам вопрос задаю. Сколько нужно времени, чтобы у нас в администрации города появился график поставки с пониманием, откуда будет финансирование? Пока не могу сказать, не знаю. То есть графика у вас нет? И понимания, как сезон будете проходить, тоже нет? Я правильно говорю? Вы что, не говорить-то будете? Нет? Вы как будете сезон проходить? Я могу доложить текущую ситуацию, все остальные вопросы не ко мне. Текущая ситуация – это легенда ваша, красивая легенда, которую нам в каждом штабе рассказывать. Она не подтверждена ничем. Ваши объемы работ выполненных, они не подтверждаются ничем. По информации руководителя центра занятости Елены Писаренко, в городе на сегодняшний день имеется большое количество вакансий. Также начинается обучение по различным направлениям. Вакансий у нас сейчас очень много. Востребованы сейчас очень повара, требуются везде. Требуются разнорабочие, требуется ученик-пекарь, требуются электромонтеры, электрогазосварщики. Так что продавцов очень много требуется. Требуется и с техническим образованием, требуются инженеры, мастеров, участок. Поэтому вакансий очень много. Работаем. У нас сейчас даже сейчас как бы мы не без работы с двух правил, мы именно ищем кадры для работодателей. То есть уже даже обзваниваем тех, кто не стоит на учете, кто раньше стоял, кто раньше учился от нас. В общем, вот так вот сейчас работа идет. Также у нас сейчас идет набор группы для профессионального обучения. Мы сейчас набираем поворот, набираем водителей категории С, набираем охранник. Требуются сейчас в профессии востребованы, желающие есть, поэтому если еще кто есть, желающие просто обращаться. О социальных выплатах рассказала Галина Клементьевна Доржеева. Со 2 августа этого года начались выплаты на детей от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей на школьников. Заявления принимаются до 31 октября. На сегодняшний день не принято более 500 заявлений. Поэтому просьба, Галина Петровна, когда будете на своем рабочем совещании, объявите, пожалуйста, классные руководители. Классные руководители объявили, чтобы родители, которые еще не обратились с заявлением о выплате вот этих 10 тысяч, чтобы срочно обратились, потому что время ограничено. Мы их обзваниваем, но очень много телефонов, которые недоступны и не можем дозвониться. До 1 октября мы принимаем заявление от получателей ежемесячных денежных выплат. Это ветераны боевых действий, это инвалиды всех категорий. Заявление либо о получении набора социальных услуг, либо об отказе от набора социальных услуг. Набор социальных услуг – это санаторно-курортное лечение, это бесплатное лекарство и бесплатный проезд к месту лечения. Сумма, стоимость этого набора составляет 1211 рублей. Со 2 сентября мы начали выплачивать по указу президента получателям пенсии по 10 тысяч. Те, кто получал через кредитное учреждение, деньги уже на их счета упали. Кто получает через почтовое отделение, выплата будет производиться вместе с доставкой пенсии. Ну и еще я бы хотела, Олег Алексеевич, довести до вашего сведения о том, что в июле месяце мы отказали пяти заявителям в компенсации расходов, связанных с выездом к месту отдыха и обратно. Это связано с тем, что у нас железная дорога начала выписывать проездные билеты, как кассовые чеки. Эти кассовые, либо аппарат у них там плохо на кассах железной дороги, плохо пропечатывается, потому что там не видно ни фамилии, ни отчества, ни маршрут отдыха, ни стоимость. Поэтому мы вынуждены выносить такие отказные решения. И вот начали к нам поступать такие жалобы. Мы обратились в Пенсионный фонд Республики Бурятия. Они, соответственно, обратились по инстанциям в Москву. Москва обратилась к руководству АО РЖД. Вот такая у нас на сегодняшний день проблема. О том, как начался новый учебный год и информацию о питании в школах, довела Галина Петровна Платонова. Во первой школе. Начальная школа у нас разместилась в школе номер 11. Вся начальная школа. Первые классы учатся с утра, вторые, третьи, четвертые классы учатся с обеда. Я ходила, смотрела, первый класс устроился хорошо, детей достаточно много. Подвоз мы организовали утром. Первая школа два рейса делаем и в обед два рейса делаем. По отвозу детей с образовательного учреждения мы сейчас отрабатываем, потому что директор должна отработать с родителями, в какое время подавать автобус, потому что у кого-то четыре урока, у кого-то пять, у кого-то шесть уроков. По отвозу детей от образовательного учреждения мы, конечно, посмотрим. Пятые и десятые классы у нас разместились в гимназии номер пять. Сами классные комнаты все подготовлены, все нормально. Директорскую сделали, для заучия есть, но учительской на сегодняшний день нет. Сегодня утром как раз мы с двумя директорами разговаривали, они были у меня, по поводу учительской. Вариант два, они сейчас пошли эти два варианта отрабатывать или делать перегородку в районе столовой, или в подвале у них есть цокольный этаж, и там возможно сделать учительскую. Сейчас они по этому вопросу отрабатывают. Я думаю, что сегодня уже мы конкретно решим, где будет учительская. Вопрос, конечно, очень серьезный, но пока вот так, по первой школе. Значит, по питанию. У нас на 1 сентября 2021 года 2343 учащихся. Из них 1409 – это учащиеся начальные школы, они все, естественно, питаются бесплатно. Льготное питание 5-11 класса получает 644 ученика. 450 из них получают за счет республиканского и местного бюджета, а 194 ученика – это дети многодетных семей и семей малочисленных народов Крайнего Севера. Они питаются за счет только местного бюджета. И 70 учеников с ограниченными возможностями здоровья, как мы говорим, дети с ОВЗ, они питаются по закону двухразово. Финансирование бесплатного горячего питания производится из четырех источников. Это родительская плата, местный бюджет, республиканский бюджет и федеральный бюджет. С 1 февраля, кроме этого, средняя стоимость горячего питания у нас 65 рублей 50 копеек. И, кроме этого, с 1 января 2021 года у нас выплачивается родителям 127 рублей в день. Это родителям детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому. Им буквально денежная компенсация идет на счет. Значит, у нас завтрак на 65 рублей 50 копеек утром, ну и мы, конечно, на вторую смену должны предоставлять обед. Но обед, естественно, такая сумма маленькая. Мы сейчас написали письмо, сделали заявку на 2022 год, чтобы денежные средства на вторую смену нам выделяли 80 рублей на одного ребенка. Десятидневное меню мы сделали. До 1 сентября эти десятидневные меню все у нас выложены на сайт образовательных учреждений. На сайте в разрезе двух возрастных категорий с 7 до 11 лет и с 12 и старшие. С учетом сезонности, ну, естественно, сейчас меню утверждают только руководители образовательных учреждений. Всю информацию по каждому учреждению можно было посмотреть, можно посмотреть на сайте. К сожалению, пока у нас единого меню для всех образовательных учреждений пока не получается, потому что у нас разные пищеблоки, разная, значит, возможность пищеблоков. Ну и чтобы не ухудшать положение тех, у кого есть возможность делать салат, это как гимназия, как третья школа, мы должны сделать все, чтобы в том же лицее у нас пищеблок соответствовал всем нормативам. Комфортная городская среда – федеральный проект, цель которого сделать города более благоустроенными и удобными для жителей. О том, что сделано в рамках программы в Севербайкальске, расскажем в нашем сюжете. Этот парк – одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь собираются и прогуливаются люди самого разного возраста, потому городские власти уделяют его благоустройству большое внимание. В первом году и летом этого года большое внимание уделяется благоустройству городского парка. В этом году, вы знаете, уже прошло очень много субботников, и волонтеры, и администрация, различные учреждения приняли участие в прочистке городского парка. То есть здесь было приложено очень немало усилий для того, чтобы парк стал более светлым. В 2021 году здесь появились новые объекты и сооружения, которые позволяют детям и подросткам проводить свободное время активно. Подростки, которые принимают участие и пользуются данным скейт-площадкой, попросили заказать в администрацию нашего главного архитектора новые рампы. В этом году они были приобретены и установлены, поэтому данная площадка как бы наполнилась новыми формами. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» была построена в 2021 году новая функциональная спортивная площадка с воркаут-комплексом и с резиновым покрытием. Эта площадка стала тоже излюбленным местом подростков. Здесь приходят подростки, проводят свое свободное время. В районе фонтана появилась еще одна детская площадка, на которой с удовольствием играют ребята. Появилась новая детская площадка. Мне она очень нравится. Я тут живу недалеко, прихожу сюда каждый день и тут на ней играю. Мне тоже очень нравится эта новая детская площадка. Часто идут дожди, и мне это не очень нравится. Я вообще не люблю дожди. Я тоже. Ну а тебе? Мне тоже нравится эта детская площадка. Я с друзьями тут играю. Еще одна площадка теперь стоит на улицах Ленина Мира. Также здесь приобретены и установлены новые скамейки и урны. Дворовая территория Мира 9.11, Ленина 18.22 была благоустроена тоже благодаря проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». В данное время данный двор благоустроен. Появилась новая детская площадка, появились новые скамейки, урны. И в любое время на данной площадке можно увидеть большое количество детей данного двора. Я думаю, что все довольны. Что касается уличного освещения, за счет средств субсидий из республиканского бюджета и средств местного бюджета, в поселке Заречный произведено устройство наружного освещения. В этом году комитетом по управлению городским хозяйством за счет субсидий на развитие общественной инфраструктуры был заключен контракт с ООО «Ауренком» на строительство линии уличного освещения в микрорайоне Заречный. На этом участке было установлено 36 опор и установлено 35 светодиодных светильников для обеспечения освещением одной из центральных улиц микрорайона Заречный. Далее данная линия связала улицу Московскую и улицу 60 лет в ЛКСМ микрорайона Заречный. И теперь в вечернее время здесь довольно светло. По улице Парковой начата работа по производству площадки для сдачи норм ГТО. Многих горожан сейчас интересует вопрос, что за площадка появилась в районе баскетбольной площадки по улице Парковой. Данная площадка была устроена для того, чтобы здесь разместился комплекс ГТО. В Министерстве спорта и молодежной политики выключен контракт на установку площадки ГТО в городе Северопайкальск. По этому капитетам городского хозяйства подготовлено установление. И в сентябре мы увидим, что на данной территории появится новая площадка ГТО. Совсем скоро будут завершены работы по обустройству входной группы парка. Ну вот подходит к концу строительство входной группы городской парк города Северопайкальск. Практически все изделия, которые здесь находятся, изготовлены в нашем предприятии, Бордеева Олега Викторовича. Работы было много и остается до сих пор много. Было много нюансов, много, что приходилось разрабатывать самим, изучать опытным путем, методом проб и ошибок. Но со всем справимся и справляемся. Спасибо нашему главному специалисту Александру Евгеньевичу Казакову. И вообще спасибо всей нашей команде, кто у нас работает и помогал нам в работе и разработке этого проекта. Будет красиво. Несмотря на все доводы и разговоры скептиков, Северопайкальск преображается с каждым днем. Обустройству дворовых территорий и мест отдыха горожан уделяется огромное внимание администрации. А значит перемены в облике города будут. И будут они только в лучшую сторону. Центр города постепенно преображается взамен торговых павильонов. Скоро здесь будет обустроенная территория для прогулок и отдыха горожан. На сетях запрещено возводить какие-либо объекты. Было принято решение судебное о сносе этих торговых рядов. А на месте их нужно было организовать какое-то благоустройство. Вот была идея таким образом организовать это благоустройство, чтобы и теплоэнерго было удовлетворено, что на этом месте ничто больше не строится. И жителям города было приятно наблюдать, как изменяется наш город. Значит, на месте этих рядов располагается теперь клумба. Клумба огорожена подпорной стенкой, на которую мы возведем лавочки. И с определенным шагом расставили фонарики, декоративное освещение. Таким образом улица стала более благоустроенной и самоштабной человеку, что находиться здесь станет гораздо приятнее. Также мы перегородили проезд сквозной. То есть теперь там разворотная площадка для загрузки и разгрузки ТБЦ. И пешеходы свободно могут переходить от ТБЦ к рынку. То есть теперь это единая пешеходная зона. Сквозной проезд убираем. Работы подходят к концу. У нас станет завершающий этап. Укладка плитки тротуарной. И подключение освещения. Установка светильников. В начале работ проводились переговоры с администрацией рынка. О том, чтобы нам убрать эту часть из 90-х, которая у нас является мало того, что опасным, некрасивым пережитком прошлого. Беляев Сергей Анатольевич согласился это выполнить. На данный момент работы уже завершаются. Но со стороны администрации рынка не было ни одного шага в сторону того, чтобы устранить те замечания и привести в надлежащее состояние свою территорию. Поэтому мы все-таки надеемся, что нам пойдут навстречу и устранят все это дело. Администрация рынка должна за нашим забором поставить свое ограждение закрытое для того, чтобы убрать все вот эти вот причиндавы. Работы производятся подрядной организацией «Стройсервис». Контракт муниципально выполняем здесь благоустройство прилегающих территорий к ТВЦ. Что в это входит? Это устройство клумб, устройство пешеходных дорожек. Вот исполнили разворотную площадку для машин. Так как здесь складного проезда не будет, здесь будут машины, которые выгружаются, делать разворот. То есть встали на стоянку. Сквозного проезда не будет, чтобы было комфортно шагать пешеходом по этой зоне. Здесь что? Стройсервис 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 Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok